МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Единственный способ сохранить здоровье – это есть то, чего не хочешь, пить то, что не любишь, и делать то, что не нравится, говорил Марк Твен, и, увы, был абсолютно прав. По крайней мере, именно такой позиции склонны придерживаться большинство врачей. А еще кто-то из мудрых говорил, что три главных врача для любого человека – это здоровье, покой и уверенность. Здравствуйте, дорогие друзья! Не знаю, стало ли понятно, но темой сегодняшнего разговора будет здоровый образ жизни с точки зрения врача-гастроэнтеролога. Впрочем, говорить мы сегодня будем не только об этом. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Насколько белорусская кухня соответствует принципам здорового питания? Для здорового желудочно-кишечного тракта это сочетание допустимо. Более того, это очень вкусное сочетание. Чем опасны таблетки для похудения? Они обладают мочегонным эффектом, то есть выводится жидкость, в первую очередь, из организма. Не лучший вариант. И что думают о здоровом образе жизни жители нашего города? Не всегда получается. Иногда даешь слабину, кушаешь что-то вредное, но стараемся семьей это делать реже. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Прежде чем более детально приступить к рассмотрению нашей сегодняшней темы, предлагаю узнать, как относятся к принципам здорового питания жители нашего города. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У меня двое детей, и я большое внимание уделяю здоровому питанию. Стараюсь, чтобы ребенок позавтракал хорошо, правильно покушал. Меньше употреблять чипсов, сухариков и всего остального. Здоровье детей очень от этого зависит. Поэтому я только за здоровое питание. Здоровое питание очень сильно влияет на наше самочувствие, на наше здоровье, и не только на здоровье нас, но и на здоровье наших детей. Поэтому очень важно придерживаться именно правильного питания и всегда помнить, что то, что мы кушаем, из того мы, в конце концов, и состоим. Поэтому вот это очень важный момент. Надо стараться придерживаться здорового питания, но не всегда получается. Иногда даешь слабину, кушаешь что-то вредное, но стараемся семьей это делать реже. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну а сейчас самое время представить нашего сегодняшнего гостя. Итак, знакомьтесь. Эрик Николаевич Платошкин, врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, заведующий кафедрой внутренних болезней Гомельского государственного медицинского университета. Здравствуйте, Эрик Николаевич. Здравствуйте. Эрик Николаевич, очень часто и специалисты, и обычные люди говорят о том, что нужно питаться правильно. А вообще как это правильно питаться, и что под этим понимают гастроэнтерологи? В целом питание можно разделить на очень много групп, но основные виды питания – это обычное питание, то есть такой стиль и такой рацион питания, когда в обычных, можно сказать, тепличных условиях человек питается достаточно для того, чтобы нормально существовать, выполнять свои рабочие, домашние обязанности. Есть оптимальное питание. Это такой стиль питания, когда у человека есть еще определенный резерв на случай непредвиденной ситуации, скажем, вдруг человек подхватил инфекцию респираторную, или какие-то климатические условия резко похолодало, или жара началась. И в этих условиях человек сохраняет нормальную жизнедеятельность, то есть у него есть резерв. Есть еще два вида питания, которые уже близки с болезнью. Это избыточное питание, когда есть профицит и пищевых продуктов, и, естественно, масса тела, и есть недостаточное питание, когда человек теряет массу тела вплоть до кахексии. Эрик Николаевич, в интернете мы подобрали для вас и наших телезрителей несколько наиболее популярных диет. Давайте посмотрим, а потом хотелось бы услышать ваше мнение, насколько такие меры эффективны для снижения веса и безопасны для здоровья человека. Давайте посмотрим. В рейтинге самых популярных монодиет первое место по праву занимает кефирная диета. Ее придерживались многие известные в шоу-бизнесе люди, и вроде вполне успешно. Правда, только ли кефир сыграл в этом успехе решающую роль история умалчивает. Кефирная монодиета в чистом виде – настоящее испытание на прочность. По условиям рекомендуется выпивать любое количество обезжиренного кефира в течение недели. И больше ничего. Знающие люди говорят, что после первых двух дней эта диета превращается просто в голодание, потому что кефир не то чтобы пить, видеть не хочется. На втором месте не менее популярная гречневая диета. По условиям этой диеты необходимо съедать по небольшой кастрюле гречневой каши. В меню разрешается включать морковный, капустный и томатный сок, а еще вода, чай без сахара и уже упоминающийся кефир. Хотя те, кто перед этим сидел на кефирной диете, последний ингредиент с уверенностью вычеркнут. Через три дня ты – тростинка, обещают приверженцы такого экстрима. Ну и, наконец, стремительно набирающая популярность – огуречная диета. По ее условиям на завтрак, обед и ужин необходимо съедать салат из двух огурцов с оливковым маслом. Можно добавить соль, перец по вкусу и съесть кусочек черного хлеба. После этого – чашка кофе или чая. За час до сна можно съесть яблоко или другой любимый фрукт. Результаты также обещают впечатляющие. Справедливости ради надо сказать, что многие диетологи признают невероятную эффективность монодиет, позволяющих сбросить несколько килограммов всего за пару дней. Но предупреждают – сидеть на одном продукте можно не более трех дней. Эрик Николаевич, ну так что же можно сказать по поводу монодиет? Надо сказать, что в целом человеку требуется весь комплекс питательных веществ – белки, жиры, углеводы, микроэлементы, витамины, вода, пищевые волокна. И если диета базируется на том, что какие-то пищевые продукты, или как их называют специалисты, нутриенты, исключаются из рациона, то это делает ее неполноценной. Допустим, если чисто белковая диета. Во-первых, необходимо помнить, что белки вызывают в кишечнике гниение. Это может повысить риск интоксикации организма, особенно если нарушена функция печени, почек. Белки закисляют организм. Поэтому чисто белковая диета, если это на короткий период времени, может быть, пациенту в период выздоровления может быть необходимо дополнительное количество белка, и вот на такой чистой белковой диете он получит его больше. Не факт, что они все усвоятся, потому что ферментные системы наши подготовлены к тому, чтобы пища была разнообразной. Но все равно, если не хватает жиров, не будут всасываться жирорастворимые витамины. Если не хватает углеводов, то энергия будет браться из сжигания белков, жиров. То есть все равно организм будет как-то изменять свой метаболизм, и это не всегда правильно. Эрик Николаевич, расскажите, пожалуйста, вкратце о том, каковы же принципы рационального здорового питания. Рациональное питание подразумевает тот вариант, когда у человека нутриенты или пищевые продукты поступают в определенных соотношениях – белки, жиры, углеводы. Обычно это соотношения 1, 1 и 4. То есть на 1 грамм белка, 1 грамм жиров и 4 грамма углеводов. Всемирная организация здравоохранения, с учетом того, что все-таки не все страны могут себе позволить достаточное количество белка, в целом сейчас рекомендует снизить это соотношение по белку 0,8. 1 грамм жира, 0,8 белка и 4 грамма углеводов. Такое соотношение. Связано это с тем, что такие продукты питания по-разному влияют на обеспечение энергопотребности. Допустим, сгорание 1 грамма углеводов и дает 9 килокалорий, то есть это как бы столько тепла выделится, если сжечь там 1 грамм углеводов. Белок и жиры – это 4 килокалории на грамм. Естественно, что если рассматривать питание только с позиции, сколько затратил организм, сколько он должен получить килокалорий, то здесь все очень просто считается. Есть так называемые показатели основного обмена, то есть в зависимости от возраста, роста, массы тела человека, он потребляет определенное количество энергии для поддержания своей жизнедеятельности. Все остальное, что связано с физическим трудом, умственным трудом, спортом, физкультурой и другими родами деятельности, оно требует дополнительной энергии. Вот этот основной обмен в зависимости от вида труда, он умножается на определенный коэффициент. Допустим, для умственного труда это 1,4 – самый низкий коэффициент. Для лиц физического труда этот коэффициент может превышать 2,5, иногда и выше. То есть в зависимости от этого мы рассчитываем как бы калораж. Но если мы будем ориентироваться только на калории, мы забудем про витамины, про микроэлементы, которые очень важны и без которых нарушается наше нормальное пищеварение и обмен веществ в организме. Кроме того, есть еще так называемые пищевые волокна. Раньше их называли балластные вещества, считая, что это абсолютно не нужно и надо, скажем, тоже зерно очищать, из мяса удалять все эти жилы, сухожилия, растительную клетчатку тоже пытались как-то отделить от пищи, рафинировали масло и так далее. Оказалось, что вот эти растительные волокна очень важны для нормальной работы кишечника, для нормального роста своей хорошей микрофлоры, то есть тех бактерий, которые называются полезными в кишечнике. Только в этом случае человек будет чувствовать себя здоровым. Эрик Николаевич, но достаточно часто можно услышать мнение о том, что нужно сокращать количество жиров, потребляемых человеком. А некоторые говорят о том, что от жиров нужно отказаться совсем. Что по этому поводу вы думаете, как гастроэнтеролог? Я уже говорил по поводу жирорастворимых витаминов, то есть если мы не будем потреблять жиры, то у нас не будут всасываться жирорастворимые витамины, а это витамины А, Д, Е и К. Это витамины очень важные, которые отвечают и за нормальное развитие человека, за возможность воспроизводства себе подобных и так далее. Поэтому, естественно, что полностью исключить жиры мы не можем, но то, что в настоящий момент мы потребляем избыточное количество жиров, это однозначно. И даже последние рекомендации вот этого года Европейского общества кардиологов, они говорят, что жиры и сладкие блюда по возможности уменьшайте потребление. Вот такая рекомендация. По возможности уменьшайте потребление. Эрик Николаевич, ну а бывают жиры вредные, бывают полезные, так ли это? Да, совершенно верно. Связано это с тем, что жиры имеют различные, ну так скажем, фракции. Есть фракции, которые, находясь в сосудах человека, в первую очередь в артериях, спокойно проникают в стенку сосуда и уходят оттуда. А есть такие, которые задерживаются там. Это так называемые липиды низкой плотности или вредные жиры. Вот эти жиры надо ограничивать. А есть липиды высокой плотности, которые полезны и они, в общем-то, и защищают от атеросклероза. Я назову названия, конечно, они не для запоминания. Эйкозапентоеновая, докозагексоеновая, допустим, альфа-линоленовая, полиненасыщенные омега-3 жирные кислоты. Они у нас на слуху. И почему я назвал эти названия? Вот их аббревиатура E-P-A и D-H-A. Иногда на упаковках очень важно посмотреть количество в норме. Потребность в них для взрослого человека составляет не меньше грамма в сутки. Не в целом по рыбьему жиру, потому что часто это продукты из рыбы, такие представлены в виде омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. А именно вот эти икозапентоеновая, и докозагексоеновая, полиненасыщенные омега-3 жирные кислоты. Они профилактируют развитие атеросклероза и аритмии сердца и так далее. То есть эти продукты полезны. Ну и хочу сказать, что в белорусском льняном масле тоже содержатся такие омега-3 кислоты. Эрик Николаевич, ну а какие продукты можно смешивать вместе, а какие продукты категорически нельзя употреблять вместе? Смешивать можно всё. И здоровый желудочно-кишечный тракт, он воспринимает любые смеси, даже, скажем, пусть они будут термоядерные. Другое дело, когда у человека есть определенные заболевания. К сожалению, эти заболевания желудочно-кишечного тракта начинаются в раннем детском возрасте. Иногда они связаны с определенным укладом питания в семье. Иногда они связаны с какими-то перенесенными кишечными инфекциями. И здесь уже организм может не выдержать, как бы, и банального обычного сочетания тех же белков, жиров, углеводов, когда есть превышение какого-то из этих компонентов. Скажем, недостаточность ферментов поджелудочной железы. Если вы превысили количество жиров в своем рационе, у вас разовьется, ну, понос, скажем так. Причем это будет связано не с инфекцией, а именно с тем, что вот эти жирные кислоты, они не перевариваются, они очень сильно стимулируют моторную функцию кишечника, и это заканчивается вот таким неприятным состоянием. Кроме того, это вздутие живота, дискомфорт, который, в общем-то, беспокоит таких людей. Ну, а в целом, вот та пропорция, о которой я говорил, если она выполняется, то это нормальное сочетание. Эрик Николаевич, ну, а насколько полезны с точки зрения гастроэнтеролога традиционные белорусские блюда? Драники с мясом, картошка с мясом. Драники с мясом. И с сальцем. Если подходить с позиции некоторых диет, допустим, понятие о раздельном питании, то это недопустимое сочетание. Но, опять же, повторю, для здорового желудочно-кишечного тракта это сочетание допустимо. Более того, это очень вкусное сочетание. Единственное, здесь важно соблюсти технологию приготовления, да. К сожалению, даже у нас в Гомеле в некоторых заведениях, когда драники подают, они там в жиру плавают, да. Но все-таки лучше на салфетке их осушить, да, после того, как приготовлены они на жиру. Это будет менее вредно, скажем, с позиции того же, вот, как бы, возможного развития атеросклероза сосудов. Но сочетание хорошее. Если еще под это какой-то хороший, допустим, растительный гарнир, то это вообще изумительно будет. Эрик Николаевич, ну, говоря о здоровом питании, нельзя не упомянуть о питьевом режиме. Как правильно употреблять жидкость? Если обратиться к животному миру, то мы заметим, что животные не запивают еду. Они либо утоляют жажду, либо утоляют голод. К сожалению, человек вот привык иногда употреблять некоторые сухие продукты, и для того, чтобы лучше это все проглатывалось, запивать их жидкостью, что неверно. Потому что разбавляется желудочный сок, кишечный сок, и, естественно, активность ферментов падает. Поэтому в идеале хотите поесть – поешьте. Хотите попить – попейте, утолите жажду. Эрик Николаевич, ну, в настоящее время в нашей стране растет количество людей, имеющих избыток массы тела и страдающих ожирением. По статистике Министерства здравоохранения, эта проблема наиболее актуальна в отношении детей и молодежи, так как от лишнего веса и ожирения страдают почти 30% населения, и половине из них нет 18 лет. Что вы посоветуете им, как гастроэнтеролог? Как гастроэнтеролог? Естественно, что в основе лежит избыток потребления простых углеводов, то есть сладкой пищи, и жиров. В первую очередь, животных жиров. С другой стороны, есть недостаток пищевых волокон, о которых я уже говорил. Это растительная клетчатка, фрукты, овощи, в первую очередь. Зерна, которые идут с оболочкой, вот там тоже содержатся пищевые волокна. И еще один момент, на который бы я хотел обратить внимание, он касается не гастроэнтерологов, а касается именно физической активности людей, понимаете. Сейчас все больше люди проводят время за компьютером, меньше двигаются, меньше бегают дети на улице, они больше, опять же, сидят перед экраном смартфонов, планшетов, всего чего угодно, но только не физическая активность. Поэтому здесь два направления. Одной диетой мы не решим эту проблему. Более важно это повысить физическую активность населения, начиная с детского возраста. Эрик Николаевич, во время летнего отпуска все, конечно, хотят выглядеть стройнее, привлекательнее. Некоторые начинают принимать модные таблетки для похудения. Что вы думаете по поводу этих средств? Я думаю, если это уже отпуск, то поздно принимать таблетки. Необходимо это делать заранее. К отпуску готовиться заранее, если вы, особенно это, наверное, касается прекрасной половины человечества. Естественно, что вот эти новомодные средства, они по своей сути делятся на ряд очень простых. Первая группа, которая связана с тем, что они обладают мочегонным эффектом. То есть выводится жидкость, в первую очередь, из организма. Не лучший вариант. Второй – это слабительные средства, которые приводят фактически к поносу у человека. Естественно, здесь тоже надо понимать, что при этом теряются ряд микроэлементов, витаминов, и это тоже может быть чревато. Третья группа, допустим, может нарушать всасывание определенных продуктов, скажем, жиров. Более продвинутые препараты, они влияют уже на центральную нервную систему, влияя на чувство голода. Я не сторонник вмешиваться в деятельность высшей нервной системы, потому что таких отдаленных последствий от такого лечения, особенно если это длительно кто-то использует, пока с позиции доказательной медицины нет. Поэтому надо понимать следующее, что в отпуске уже поздно худеть. Летом, с учетом того, что люди больше двигаются, они так и иначе похудеют. Зимой больше, когда гиподинамия, мы сидим, мы стараемся более калорийно питаться, потому что на улице холодно, люди больше поправляются. Но если вы уже задумали худеть, это надо начинать месяц за три до отпуска. Эрик Николаевич, спасибо вам за столь интересные ответы. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях был Эрик Николаевич Платошкин, врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, заведующий кафедрой внутренних болезней Гомельского государственного медицинского университета. Берегите свое здоровье сегодня, чтобы не жаловаться на него завтра. И до новой встречи в программе «Диалог о здоровье». Редактор субтитров А.Семкин